Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня к нам после долгого перерыва на обзор снова попала модель Citizen. Каждодневный городской эко-драйвовский хронограф с красивым циферблатом, и давайте посмотрим на него уже поближе, C4486-82X, и сразу две приятные новости. Первое, я думаю вы уже поняли, что в моем магазине chasterclub.ru теперь часы Citizen можно приобрести, а второе, теперь заказы в нашем магазине можно оплатить при получении, все ссылки будут в описании. Вблизи модель выглядит очень симпатично, и кстати не только циферблат делает свое дело, но и сам корпус, полированная боковая грань, элегантно разделена с верхним сатинированием, тонкой дополнительной полированной. Вот она идет от ушка до ушка, сами ушки кстати плавно скашиваются вниз. С правой стороны еще и головка с двумя кнопками, это конечно хронограф, и на кнопках мы видим оранжевые ободки, сама головка небольшая, ну задняя крышка в общем-то стандартная, сети Zen-овская, тут кстати информация о 10 атмосферной водонепроницаемости, то есть часах можно даже плавать, ну а безель снабжен черным покрытием и тахиметрической шкалой, которая позволит, ну например, узнать среднюю скорость движения, если вдруг вам это необходимо. И плоское минеральное стекло, оно чуть выпирает выше безель, сам же циферблат безумно красивый, зеленый оттенок, причем здесь разные зеленые оттенки, давайте посмотрим поближе. Вот мы видим, во-первых, кстати обратите внимание, черный внешний ободок, обычно его оставляют стального цвета, но здесь в тон безель решили сделать черным, и на самом-то деле решение интересное. Внешняя часть циферблата имеет вот такой, наверное, скажем изумрудный оттенок, ближе к светло-зеленому, здесь у нас поминутная разметка, точки напротив часовых индексов, индексы сатинированные, красиво, красиво. Ну а центральная часть циферблата, она уже, ну такого, скажем, хвойного оттенка, то есть более серовато-зеленого, более уходящего в оливковый, что ли, цвет, в болотный, наверное, то есть потемнее. Ну и здесь, конечно, два крупных глаза, два дополнительных циферблата, правый, это 24-часовая шкала, он говорит нам о том, что сейчас время вечернее, а не утреннее, я думаю, вы понимаете, почему. Ну а левый, это минуты хронографа, секунды, естественно, отчитываются центральной стрелкой, которая, кстати, тоже оранжевая, как и ободки, ну такой, знаете, цвет между оранжевым и красным, что-то вот посередине. Также интересная 15-минутная вот эта оранжевая разметка, то есть первая четверть отмечена этим цветом. Также обратите внимание, индекс на 12 тоже обрамлен оранжевым. Сразу ты не заметишь, если в лицевую смотришь на часы. Ну и секундная стрелка, как и ее обрамление, тоже этим цветом выделено, то есть секунды здесь вынесены в район 6 часов. Хронограф, как вы видите, с точностью 1,5 секунды, то есть он, видите, скачет не через деление, а маленькими шажками. И вот мы останавливаем, например, понимаем, что отсчет произошел 48 секунд и, по-моему, 2 деления, да, 2 деления. Ну а если мы за это время проехали километр, то наша скорость составляет, смотрим по тахиметрической шкале, где-то 74 километра в час. Ну и сброс на нижнюю. Окошко даты, не забываем, оно между 4 и 5, белый диск выделяется, скажем так, на среднем уровне. Не сильно теряется на общем фоне циферблата. Все-таки циферблат-то темное окошко, белое. Но и не сказал бы, что как прям отдельное пятно. Опять же, что-то посередине. Внутри механизм B620. Это эко-драйв, это сверхэффективная технология подзарядки от любого источника света. Я думаю, многие с ней знакомы. Полный заряд до 9 месяцев, даже если часы находятся в абсолютной темноте. Отличный результат. Хронограф до 1 часа, как вы понимаете, с точностью 1,5 секунды. Ну и вообще у нас модель, похоже, с таким же механизмом была на обзоре. С такой авиационной тематикой, с темно-синим циферблатом. И я думаю, что здесь все-таки более элегантный вариант, более классический. Если там много пилотского стиля, много аутентики авиационной. То здесь уже такой ближе к костюмному варианту. Ну и светонакопитель. Он, как мы понимаем, на стрелках и на точках рядом с индексами. В темноте будет читаемость отличная. Сейчас у нас тоже затемнение небольшое. И вот, как вы видите, в целом очень-очень все выглядит. Это неплохо. Сели, кстати, аккуратно. Несмотря на то, что у меня запястье 16,5 см. Я знаю, что высота по краям ушек до 50 мм мне подходит. Больше уже нужно смотреть. То есть или закрытым рукавом, или уже смотреть, как ушки загибаются. Здесь 50,6 см. То есть вот как раз на грани. 43 диаметр и 11,9 толщина. В принципе, не такая большая. 22 мм расстояние между ушками. Сатинированный браслет с полированными гранями внутренними у звеньев. Браслет, в принципе, простенький, штампованный. Застежка тоже самая обычная, ситизеновская. Ну, скажем так, браслет звезд не хватает. Но я думаю, мы от него ничего сверхъестественного и не ожидали. На запястье до 20,5 см он подходит. Чуть меньше стандартного размера. Общий же вес часов 145 граммов. Безусловно, эта модель будет отличным, каждодневным городским хронографом. Причем, как в летнее время. Вот, как видите, на голозапястье вполне себе ничего не вычурно. И плюс даже можно с какими-то рубашками сочетать. Естественно, строгий деловой костюм вряд ли. Потому что агрессивные, такие динамичные оранжево-красные элементы дают о себе знать. Плюс это хронограф, как-никак. Но вот с зелеными какими-то casual рубашками, я думаю, будет прекрасное сочетание. В любом случае, тут еще и спорт. Это все-таки непроницаемые часы, опять же, с хронографом. Поэтому широкое применение. Даже по сравнению вот с той авиационной моделью похожей. Потому что там все-таки уже с какими-то рубашками было сочетание чуть проблематичнее. Безусловно, эти сети-зены попали к нам на обзор за счет своего красивого циферблата. Он мне приглянулся и по фото. И вживую оказался невероятен. Все-таки вот этот двойной зеленый оттенок плюс разбавление красно-оранжевыми элементами. Выглядит здорово, выглядит необычно. Потому что с одной стороны мы имеем движение в такую классическую сферу. С другой мы имеем движение в спортивную. То есть модель находится на распутье, на такой середине. И тут вы уже решаете, подходит она вам или нет. В целом, тут, конечно, механизм тоже дает о себе знать. Потому что Эко-Драйв сети-зеновский, это та технология, которая уже зарекомендовалась себя годами. Надежная. Поэтому, если вам приглянулся дизайн, то уж за калибр можете не волноваться. Он отличный. Ну и по обработке корпуса нет вопросов. Все аккуратненько, красиво. Браслет может быть простенький. Но это, знаете ли, и цена не такая высокая. Даже для сети-зенов все-таки японские часы мы привыкли, что сейчас стоят достаточно дорого. Но нет, здесь все приемлемо. Плюс, эту модель вы сможете приобрести, естественно, в моем магазине. Chasterclub.ru. С оплатой при получении, кстати. И есть еще вариант черный. С голубоватыми элементами. И есть вариант авиационный. Но не тот, что у меня был на обзоре, а тоже черный. Так что, если вдруг вы что-то такое искали на солнечной энергии, с интересным спортивным дизайном, то вот эти сети-зены могут вам подойти. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели. Обязательно оставьте его в комментариях под видео. И если оно вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока.